Рисовать Варвара начала еще в полтора года. Первой ее работой стала нарисованная радуга. С того момента все и началось. Девочка не представляет свою жизнь без красок, мелков и карандашей. После того, как в художественном музее была открыта ее персональная выставка, экспозиция была представлена и в детском саду, куда ходит четырехлетняя художница. А сейчас полное собрание работ малышки родители предоставили в музее истории города, где и прошло очередное мероприятие. Валентина Черненко, заведующая детским садом, восхищается талантом Варвары и говорит, что творчество этой девочки сподвигнет и других ребят творить прекрасное. Ты поистине самый счастливый ребенок. Ребенок должен быть не столько хорошим, не столько должны воспитать родители, чтобы он был хорошим ребенком. Самое главное, чтобы он был счастливым. И он действительно счастливый. И все это счастье, все многообразие, вся нежность, доброта, многообразие и разнообразие красок, вот почему не живется так сильно. Девочка никогда не посещала художественную школу, а талант ребенку по-настоящему дан Богом. Это и отметил директор-историко-художественного музейного комплекса Александр Ильин. Это третья по счету выставка имеет особое название – «Варенькины сны». Девочки выручили благодарность за выставку и подарили много цветов. Она еще не знает, что такое композиция, да и большинство из вас не знает, что это такое. А у нее нет ни одной ошибки в композиции. Она может поляво нарисовать фигуру человека, животного, цветок, но у нее все скомпоновано идеально. Это редчайший удар для любого человека. Она на подсознании делает все грамотно. Поэтому самое ценное сейчас, что со стороны родителей, если будут педагоги этим заниматься, там больше нужен не педагог, который учит моторики, а лучше когда психолог, помогающий ей раскрываться. Даже если Варвара в будущем не свяжет свою жизнь с написанием картин, то художественные навыки в любом случае помогут ей с другой стороны смотреть на свою профессию. Большой вклад в развитие ребенка внесли и родители. Это только начало, уверены все, кто присутствовал на открытии экспозиции. Друзья семьи, дети и просто неравнодушные к творчеству люди с удовольствием любовались картинами Варвары. Сделать это можете и вы. Выставка «Варенькины сны» действует и сейчас в Музее краеведения и истории города. Елена Фирсова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.